Христос воскрес И сегодня золотой стих Библии, Иоанна 3 глава 16 стих, давайте попробуем вместе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Многие праведники и пророки, они желали знать тайну Нового Завета, каким будет приход Мессии, каким будет Его служение, Его жизнь. Они пытались как бы вдаль веков заглянуть и узнать эту тайну. Бог так возлюбил мир, что посылает Сына Своего Единородного, чтобы мы имели жизнь вечную. Прежде чем нам услышать о трех потрясающих заявлениях Божьего Сына, я хотел бы немножко рассказать о служении, которое совершаем мы вместе на Кубе. Бог совершает там пробуждение необычное. Почему-то славян избрал Господь, чтобы в этом пробуждении принимали участие. Народ, который веками находился во тьме оккультизма и коммунизма, к Богу потянулся. Каждую неделю рождаются новые группы и церкви. Каждую неделю. Это небольшие, они собираются во дворах. У нас, говорят, нет возможности, служители говорят, нет возможности иметь церковное помещение. Мы собираемся во дворах, наши церкви рождаются и растут в тени больших деревьев. Мои дорогие, Бог дал нам милость за пять лет раздать 177 тысяч Библий. Я помню, однажды в вашей церкви я говорил о том, что у нас есть желание достичь рубежа 30 тысяч Библий. Кто-то может это помнить. Сегодня 177 тысяч Библий розданных. Я получил отчет в начале года от руководителей движения «Великое поручение» сотни церквей и малых групп за пять лет. Я как-то рассказывал о том, как раздаются Библии, что Бог благоставляет Кубу, ну эту бедную страну, богатыми изданиями Библии. И после собрания подошел в одной церкви ко мне кубинец. Он живет в Америке, жена русская. И вот он подошел ко мне и рассказывает, что не может такого быть в нашей стране, то, что вы говорите. Я посмотрел на кубинца и говорю, точно не может быть, но оно происходит. За все это время ни одного служителя не то что арестовали, это все вне закона, но даже не оштрафовали. Я несколько минут хочу показать то, о чем говорил. Вы знаете, братья и сестры, я опять привез, у нас немного осталось книг. История Ветхого Завета, истории Нового Завета, рождены, чтобы побеждать. Ну, в общем-то, вы знаете, что мы эти книги не продаем, фойе можете взять. Мы хотим поддержать это служение. У нас есть желание продолжать помогать кубинским церквам Библии раздавать. У нас есть мечта, у нас есть желание, мы об этом молимся, чтобы 200 тысяч достичь рубежа в этом году. Братья и операторы, покажите несколько минут, и мы перейдем к золотому стиху Библии. Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его, сказал Господь. Мы находимся в изумлении от духовного пробуждения, которое Бог совершает на острове Куба. Народ, веками находясь во тьме оккультизма и коммунизма, потянулся к свету Божьего Слова. Движение «Великое поручение» охватывает все больше провинций острова. Это исторический момент для нашего народа, говорили кубинские пастора. У нас нет возможности иметь церковное помещение. Наши церкви рождаются и растут под тенью больших деревьев. В деревнях восточных провинций нет кинотеатров. Только 5% населения страны имеют доступ к интернету. Поэтому людей, живущих в поселках, легко собрать прямо на улицах. Мы были очевидцами, как на одной из таких встреч собравшиеся рассуждали над вопросами. «За что я могу поблагодарить Господа?» «Что хочу изменить в своей жизни и чем могу помочь ближнему?» говорили присутствующие на собрании. Дружелюбный и жизнерадостный народ Кубы открыт для общений. Движению «Великое поручение» миссия «Надежда для людей» помогает приобретать Библии по 3 доллара и раздавать их как подарок. Понимая ценность Божьего Слова, люди с благодарностью брали святую книгу. «Во всех народах должно быть проповедано Евангелие», – говорил Христос. Выполняя поручения учителя, славянские церкви помогли кубинским церквам приобрести и раздать множество Библий. Через их раздачу за 5 лет было рождено сотни малых групп и церквей, и их количество ежемесячно растет, – сообщают книгоноши. Через розданные Библии Господь входит в дома кубинцев. «Вы подарили надежду нашему народу», – передают священнослужители слова благодарности. Некоторые общины совершают водное крещение несколько раз в год. Получив радость спасения, делитесь ею с другими. Такими правилами живет кубинское пробуждение. Найдите себе ученика и помогите ему заключить завет с Господом, учат новообращенных. Средняя зарплата работающих в полях кубинцев сегодня составляет 1 доллар в день. Миссия поддерживает служение 90 книгонош, работающих над созданием новых библейских групп. Несмотря на кризис в стране, поместные церкви совершают большую работу с детьми. В восточных регионах острова христиане раздали тысячи детских библий и новых заветов. Красочные книги стали хорошим подарком для детворы. Немало родителей пришло к Господу через детское служение. У нас есть желание продолжать помогать кубинским церквам в приобретении и раздаче Библии. Продолжать помогать книгоношам в создании новых библейских групп. Просим, продолжайте молиться о распространении Божьего Царства на острове Куба. Ведь все это делаем мы вместе для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Господь так возлюбил мир, что посылает Сына Своего Единородного. Первое потрясающее заявление Сын Божий сделает в Назаретской синагоге. Помните, он придет в субботу и на служение встанет. Ему передадут книгу пророка Исаии. В этом свитке он найдет место, где пророк говорит о нем говорит. И Христос прочитает, Дух Господень на мне, Он помазал меня и начнет говорить. Он даст ясно понять присутствующим в этот день в субботне в синагоге, что пророк Исаия о нем написал. Люди, выслушав, сначала придут в изумление, в удивление. Как их земляк, который вырос на их глазах, может так уверенно говорить, что Он посланный Мессия? Они говорить начнут, врач исцели самого себя, другими словами, попробуй теперь избавиться от критики народа после такого заявления, что ты являешься Мессией. Защити себя от насмешек людей. Они начнут смеяться над Его словами. Христос, смотря на их неверие, Он приведет в пример язычника. Помните, Нейман во дни Елисея из Сирии приедет, чтобы получить исцеление от проказы. Он получит исцеление и, радуясь, домой уедет. А сколько прокаженных в то время было в одни пророка Елисея, и ни один из них не получил исцеление от проказы за свое неверие. Когда лидеры духовные услышат, что сын плотника, их неверие обличает, что веру язычника поднял, показал им, они такое негодование придут. Они в ярость придут. Они выгонят Божьего Сына из синагоги и из города, желая Его убить, они выгонят Его из Назарета. Я не нахожу места в Писании, чтобы Христос когда-нибудь заходил в Назарет еще. Он уйдет из города, где пройдет Его детство и прошла юность. Одетый на сандалии на босу ногу, в простую одежду, он уйдет из города Назарета, который выгнал Его. Я был еще молодой совсем, когда мне подарили одну из первых открыток. Я запомнил эту открытку, вы ее тоже не раз видели, может быть. Христос стоит у дверей дома и стучит в эту дверь. Помните такую открытку? Стоящий у закрытой двери Христос стучал. Автор хотел показать, какое отношение у живущих. Кто жил в этом доме, мы не знаем. Но автор хотел показать, какое отношение у живущих в доме было к Божьему Сыну. За дверью стоял. Люди не слышали или слышали, не хотели впускать Божьего Сына. Если сегодня, ну, нарисовать картинку современной семьи, то из-за шума в домах, может, это крик, скандалы, которые не только приносят обиду в семье, неуважение друг к другу, но и есть шум экранов, который заглушает голос Божьего Слова. Голос Библии не слышит семья. Бог говорит, а семья не слышит. Неинтересно и скучно стала Библия в некоторых семьях. Однажды в нашей церкви молодежь показала постановку. Я запомнил, ну, интересная постановка, я не раз ее вспоминал. Неожиданно к молодому человеку Христос пришел. Молодой человек удивился, растерялся. В общем, заходи, Христос. А говорить-то не о чем. Предложил журналы с машинами дорогими посмотреть. Телевизор включил, посмотреть предложил. Говорить-то не о чем. Близких отношений не было у него со Христом. Библию предложил почитать. И вот я ехал сегодня на собрание и думаю, Господи, а вот если бы так, бы не в постановке, а вот ты бы ко мне пришел, что бы я сказал? Что бы я сказала? Какие у меня отношения с тобой? У нас бы нашлось бы о чем поговорить. Это важно очень. Не услышал, не понял Божьего Сына голоса Назарет. Выгнали Христа. И он ушел. Он ушел из Нагорной страны, написанной, поселился в Приморском крае, в Капернауме. Вы знаете, каким большим пробуждением Бог посетил тогда Сын Божий. Творить там начал чудеса и знамения. Его служения, Его проповеди сопровождались массовыми исцелениями. Слепые прозревали, хромые получали исцеление. Прокаженные очищались. Там, в Капернауме, народ, ходящий во тьме, как написано, свет великий увидел. Второе потрясающее заявление «Божий Сын сделает в доме, переполненном народом доме». Помните, он о чем-то говорил, чему-то учил народ. Настолько было в комнате, в этом доме набито народу, что люди стояли, написано, у входа в дом стояли люди, пытались там тишину, ну, чтобы была тишина, чтобы хоть что-то услышать, что внутри говорил учитель. И вот к этому дому подошли четверо несущих на одеяле, на подстилке парализованного. Как долго они несли, неизвестно. Но они принесли к этому дому человека, который был скорченный, парализованный, расслабленный. У них было желание внутрь попасть и, ну, в общем-то, эту проблему свою больного этого Христу показать. Возможности такой не было. У них пришло решение, о котором церковь сегодня знает. У них пришло решение разобрать крышу и сверху опустить там, где был Христос. послушайте, они верили, что нести назад уже не нужно будет. Разбирать крышу стоит, назад уже не понесут. Они взобрались на крышу. Я не раз эту картину представлял. Даже если черепицей была бы крыта крыша, все равно что-то вниз падало бы. Люди сначала не поняли, что происходит сверху. Те, кто находился в помещении, они не поняли, что сверху происходит. А потом, когда разобрана была часть крыши, появились лица четырех, ожидавших исцеления друзей. Они аккуратно на подстилке начали опускать этого человека, парализованного там, где был Христос. Он говорил о чем-то, чему-то учил, а его опускали ниже, ниже, там, где был учитель. Не написано, что что-то говорить или говорил этот коллега. Но его глаза, я верю, что говорили, помилуй Господи. Его глаза говорили, помилуй Господи. Христос перестал говорить, и, обращаясь к нему, скажет, знаете, эти слова, «Я прощаю тебе твои грехи». Первый раз. Первое заявление – это шокирующее заявление для окружающих. Ни один праведник, ни один пророк не имел права так говорить. Почему люди там присутствующие сказали, он богохульствует? «Прощать грехи может только Бог». Христос скажет этим людям, «Исцеление, которое сейчас произойдет, подтвердит мои слова, что я имею власть на земле прощать грехи». Он говорит расслабленному «Вставай, возьми свою постель, это одеяло, подстилку, и иди домой». Нам трудно понять эмоциональных иудеев. сколько было удивления, в страх даже люди пришли от того, что произошло. Он сам подымется и, радуясь, восклицая, начнет собирать эту подстилку и пробираться к выходу. Божий Сын своей властью исцелит его от болезней и грехи простит. Я помню, на Кубе мы собрали огромное количество людей, тысячи. Праздник Библии решили, чтобы назвать это все большое собрание праздником Библии. И вот один из пасторов рассказывал, когда женщина в его местности, она болела очень сильно, у ней была опухоль в животе, боли были. И ее тоже пригласили на это собрание, на этот праздник Библии. И она в переполненном грузовике ехала, сдерживая слезы от боли. Когда прозвучал призыв на этом собрании, вышло много людей, очень много, сотни. Вместе с ними вышла эта женщина. Я был очевиден, когда стоял гул молитвы, там у платформы, люди молились, люди плакали, поднимали руки к небу, просили у Бога прощения. И этот пастор рассказывает в той местности, мне позже рассказывал, говорит, эта женщина ехала домой опять в переполненном грузовике, всю дорогу плакала. знаменитый грузовик, знаете почему? Опухоль ушла, боль ушла, пришла радость спасения, Бог исцелил ее тело и душу. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Это было второе шокирующее заявление Божьего Сына. Третье заявление, шокирующее, прозвучится креста. Это был последний день его земной жизни. Его вели на Голгофу, на распятие. Ужас казни заключался в том, что казненные не умирали сразу. Они часами на крестах висели. Вместе с Божьим Сыном на казнь вели двух чьих-то сыновей, два разбойника. Они однажды стали на путь преступления и были приговорены к смертной казни, к распятию. О чем думали, не написано. Но, скорее всего, я думаю, что идущие на казнь гнали мысль о страданиях и муках. Когда их привели на место казни, прибили их как к крестам и подняли, вот то, что происходило, церковь знает, там на Голгофе происходило, ну, необычное. Там было много священников, даже первосвященники были, фарисеи были. Люди, которые, ну, духовные люди должны были помочь умирающему перейти в вечность. Помочь! А они настолько смеялись и издевались над упованием вот Божьего Сына, они высмеивали, они смеялись над упованием Божьего Сына, они говорили ему, если ты Сын Божий, ну, мы хотим это знать, сойди с креста, и мы уверуем. Они были очевидцами, они говорили, ты же других спасал, спаси себя самого. Они старались говорить громко, желая вызвать его к разговору. Если ты Сын Божий, если ты угоден Ему, сойди, пусть Он поможет тебе, если ты угоден Богу, пусть Он поможет тебе. Христос смотрел на них и молчал. Вы знаете, это около двух часов в огненных муках Он смотрел и молчал. Первые слова, которые скажет Он, церковь хорошо знает. Он не написан в русском переводе, Он не просто сказал, Он говорил. Сколько раз сказал Господь эту фразу, нам неизвестно. Когда они говорили, высмеивая Его упование, если ты Сын Божий, сойди с креста, а Он говорил, отче, прости им. Они не знают, что делают. Когда они смеялись над Его упованием, говорили, если ты угоден Богу, пусть Он тебе поможет, а Он говорил, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вы знаете, поведение Христа и слова Его открыли глаза одному из разбойников. Их двое было, по правую и по левую сторону. Они оба вначале взрословили Божьего Сына. Они говорили, ну, спаси себя и нас. Потом один из них увидел то, что не видел Его друг и то, что не видели священники, которые стояли и поносили злословие Христа. Он увидел в Нем Божьего Сына. Он увидел. Он понял, что рядом умирает царевич, которым свое царство идет неземное. И Он в присутствии всех врагов, Он исповедует свою веру. Он скажет, Господи, я знаю, кто я. Я знаю, что для таких, как я, места в раю нет. Но когда придешь в свое царство, вспомни обо мне. Христос ему говорит, тебе сейчас нужно твое спасение, нужно сейчас, пока бесы душу твою не забрали, пока сердце твое не перестало биться. Тебе сейчас нужно мое спасение. Третье потрясающее заявление прозвучит со креста. Он скажет, ты сегодня будешь со мною в раю. Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы мы имели жизнь вечную. Вы знаете, на той открытке, где был нарисован Христос, о которой вспоминал у закрытой двери, стучал в закрытую дверь, там было место из Священного Писания, тоже знаете хорошо это место Откровения Иоанна 3,20. Помните, я стою у двери и стучу, если кто услышит мой голос. О чем мы сегодня помолимся? Если в семьях не слышно голоса Библии, перестала Библия говорить в семье по разным причинам, то ли скандалы заглушают голос, то ли экраны, но семья перестала слышать голос Божий. Библия перестала говорить, стала скучной и неинтересной. Если мне не о чем поговорить с моим Господом, и только просьбы, одни просьбы. Сегодня Господь говорит, я стою у двери сердца и стучу. В эти дни христиане вспоминают историю, когда воскресший Христос ранним утром стоял на берегу. Ученики подошли к берегу, рыбу ловили всю ночь. Уставшие и голодные они окружили костер, на котором учитель приготовил хлеб и рыбу. Они кушали молча. Они не знали, с чего начать разговор с учителем. Тяжелое прошедшее оставили учителя одного в тяжелое время, разбежались. Симон Петр, он при всех сказал, что не знает этого человека об учителе. Они сидели молча кушали. Молчал и Христос. А потом вдруг спросит, Симон Петр, ты меня любишь? Не напомнил. Не напомнил ему об отречении. Не сказал, пойди назад во двор к священнику Каиафа и попроси прощения, что ты от меня отрекся. Трижды. Не сказал. Он спросил, Симон, любишь ли ты меня? Я сегодня не хотел много говорить о том, насколько близкие отношения у тебя с Господом. Насколько уверенность в спасении. Насколько читаешь ты Библию, насколько тебе она интересна, насколько у тебя близкие отношения с Богом. Я сегодня просто хотел бы этот вопрос задать, который прозвучал на берегу в то утро. Ты любишь Господа? Ответь на этот вопрос. Любишь ли ты Господа? Ну, так получилось. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Знаю, что не все смогут помолиться. Время дать для молитвы. И, может быть, мы вместе споем гимн 59. Ты знаешь, Боже, мое желание. Бог сегодня через свое слово протянул свою руку, желая тебе помочь, подняться. Сегодня вопрос его звучит, любишь ли ты меня? Если ты понимаешь, что тебе нужна помощь сегодня, тебе нужно помолиться. Кто желает пройти, мы будем петь, ты знаешь, Боже, мое желание. Бог знает. Бог знает. Мы будем тихонько петь, и кто желает пройти, помолиться. Я люблю молиться с теми, кто приходит к Богу с желанием покаяться. Поехали.